Всем привет любителька руши на интерьере, с вами самый главный Big happens в сфере техноблогинга Мнн. Я вот сижу такой сижу, и сижу такой сижу, и сижу такой. Ну и в общем вовсе вспомнила про мобуки. И у меня есть Моск angry Инissions Canvas Наверное просто тонны знакомых с мобуками из школы, и вообще из моих друзей. И все, что только я не знаю, это какие-нибудь ноутбуки, которые не стоят там, стоят в деньг. Но когда я зашел в ДНС.. У-о-о-о ОУ-ОУ Субтитры создавал DimaTorzok Давайте начнем с плюсов. У MacBook есть неплохая система, которая позволяет взаимодействовать с другими устройствами от Apple. И еще иногда MacBook может иметь неплохой дизайн, но это уже скорее зависит от модели. И на этом просто заканчивается. И давайте уже полноценно перейдем к минусам. Но сначала нам нужно прочитать великолепную статью под названием «10 причин перейти на MacBook на Apple Silicon и ни одной против». Первая – высокая производительность. Вот сразу с козырей пошли. Apple всегда делала MacBook, которые отличались высокая производительность. Тем не менее, когда компания перешла на чипсеты собственного производства, видимо, авторы не до конца понимают, что значит «лоу чипсет». Скорость MacBook стала их еще более очевидным преимуществом. На этом еще то фэшпэки пошли. Уже при первом запуске это уделяет в самую первую очередь. Даже базовую модель MacBook Air на M1 хватает не для самых простых задач. Работа с текстами и графическими редакторами. Это как? С ноутбуки за 100 тысяч можно печатать текст? Это как вообще? Это же невозможно. Обработка фотографий и хуяся. Ноутбуку попричу даже монтаж видео. Что? На ноутбуке можно монтировать? Это как вообще? Я вообще впервые о таком слышу. Каждый потенциальный покупатель MacBook на Apple Silicon должен понимать, что такой ноутбук – это инвестиции в будущее. Первые модели на M1 вышли около двух лет назад и до сих пор остаются актуальными. Что? Ноутбук может актуальным быть два года? Что? Вообще нереально. И тут я хочу делать небольшую паузу. Самый-самый бюджетный MacBook стоит 90 тысяч. Это реально не прикол. Самый бюджетный MacBook стоит 90 тысяч. Но давайте просчитаем, какая у нас случинка в ноутбуке за такой маленький цель. У нас у ТПС монитор с неплохим разрешением, 60 Гц и 12 дюймов. Ну ладно, допустим, это еще не самое худшее. У нас есть процессор с 8 ядрами и 8 потоками. Скорость 3 ГГц. Тут у нас 8 гигов встроенной DDR4 памяти, которую вы не сможете нормально пробрейдить. И SSD на 256 гигов. В ноутбуке за 90 тысяч бюджетный. Но это я еще рассказал вкратце, поподробнее я расскажу потом. Потом мы говорим про невероятную автономность, бля-бля-бла-бла-бла. Настолько портативное устройство хочется брать с собой фактически всегда и использовать по мере необходимости именно тогда, когда оно понадобится. Тем более дополнительных аксессуаров для переноски MacBook в продаже также более чем достаточно. А вот для других ноутбуков вообще не существует ни одной сумки для переноски. Я напомню, статья называется «10 причин перейти на MacBook». То есть нам говорят не просто на плюсы ноутбука, а преимущества его на другими ноутбуках. Ба-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Отдельно хочется отметить высокий угол обзора, мы понимаем, что это значит, мы допустим, и высокое разрешение, которое делают крайне комфортно на любое взаимодействие с контентом. С помощью ноутбуков от Apple классно серфить интернет, читать книги, работать с текстом и таблицами. Да и фирменные софт-компании отлично для этого подходят. Вот вы тоже берёте на убыки за 100-200 тысяч, чтобы читать книги и серфить интернет, да? Вот для этого и нужно 2К икра, чтобы серфить интернет и читать книги, ещё чтобы с текстом работать. Ладно, тут-бла-бла-бла. Нам-то говоря про технологию TrueTone, которую пользуется прям каждый настоящий русский геймер. Клавиатуру всех современных MacBook оснащены приятными подсветками, которые можно гибко урегулировать. Кроме того, интенсивность диодов можно автоматически отрегулировать в зависимости от окружающей среды. Очень удобное решение. А чё так можно было, что ли? В абсолютно всех MacBook'ах используются новые сканеры отпечатков в Touch ID. Он строится с кнопкой питания и облегчает не только модификацию пользователей при чрезбокировке компьютера. Ну да, это у нас компьютер, наш MacBook это не MacBook, это компьютер. Моё подтверждение покупок в App Store, а также АПУФ, 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 запросов в интернете. Знаете, у меня MacBook есть подобные фишки, если скажу так честно, я даже не знаю, как её использовать. Потом говорят про удобный трекпад, который, знаете, люди используют трекпад без мышки. Да, вот вы тоже когда работаете с профессиональным монтажом или в игры играете, вы же тоже просто трекпадом используете, каким бы он удобным ни был. Хотя, мне кажется, скорее не плюс к копилке трекпада, а скорее минус в IQ людей. Потом говорят про экосистему Абука, которую я уже затрагивал. Не стоит забывать и о длительной поддержке производителя. Это ещё один очень важный метод, на который стоит обращать внимание при покупке нового портативного компьютера. Ну да, вы знаете, у вас же теперь ноутбуки это портативный компьютер. То есть вот мини-пока это не портативный компьютер, ноутбук это вот именно портативный компьютер. Айпл очень долго выпускает обновления своих фирменных приложений и операционной системы. Не меньше нескольких лет для каждого поколения. Ага, вот Windows вообще прям ни разу не обновляли с 1985 года. Учитывая запас производительства на годы вперёд, это может говорить о длительной продолжительности использования данного устройства. Также через несколько лет нами будет работать всё программное обеспечение, без исключений. Реально, я просто, давайте сейчас вам, давайте я сейчас вам тест просто покажу, да, в играх данного великолепного устройства. Да, я согласен, что процесс всё неплохо показывает в монтаже и прочих программах, но в 3D это, ну, вы сами видите. Стоит также отметить, что ноутбуки Apple очень востребованы на вторичном рынке. Ну да, вы знаете, это же классик, вот вбиваешь во авито слово ноутбук, и тебе сразу десятки дорогих макбуков показывают. Поэтому, если спустя пару лет использования возникнет желание перейти на ноутбук с большей диагональю или получить увеличенную мощность, сделать это будет очень просто через трейд-ин. А вот ноутбуки на венде вообще никто не покупает, да? Потом на основу говорят про будущие возможности макбука, и мне больше всего порадовала эта строчка. Чего стоит грядущая возможность использования iPhone как веб-камеры для макбука? Как я понимаю, это должно проработать примерно вот так вот. Потом я тут говорю про очень удобное программное обеспечение. На самом деле это спорно, я вот пытался пользоваться макбуком, скажу, потому что мне это было достаточно удобно, да? И даже если вы подносите любой просто ролик про макбук, то вы поймете, что там не все так прям просто, как говорят, в таких вот обзорах. Ну и заканчивается это бред, рассказываем про очень нужное приложение с iPhone и iPad. Прям очень нужно на компьютере приложение с iOS. Вот такие там крутые игры веб-сторе, вот такие прям полезные предложения, да? Ну и теперь я хочу сделать заключение, теперь рассказ моего полного мнения насчет макбуков. Макбуки — это мусор. Начнем с гаммы. Вы банально не сможете скачать 70% всех приложений и игр. Просто вот зайдите в Steam и посмотрите, сколько приложений оптимизировано под macOS. Вот реально вот посмотрите, просто вот я сейчас вам покажу. Там реально большая часть игр, вы не сможете банально у них поиграть даже в киперпанк или RDR2. И знаете, даже если бы они работали на macOS, то... Ну это потому, что макбуки созданы для работы с творчеством и для монтажа, а не для ваших тупых игр и да. Ну тогда зачем платить столько денег? Почему ноубук за 200-300 тысяч должен вас ограничивать в чем-то? Если мы посмотрим на другой любой абсолютно ноубук, то мы можем понять, что за эти деньги мы можем и монтировать, и играть, и делать творчество. Зачем нам надо покупать macOS за те же деньги, которые будут в разы слабее? Вдеряем, вот прикиньте, вот за 100 тысяч вы получаете 256 гигов SSD, 8 гигов оперативки за 100 тысяч рублей. Это серьезно. За эти деньги можно взять крутой себе игровой ноубук, на котором вы сможете сделать все, что захотите. А еще если вы захотите проабредить ваш макбок, то у вас не получится, потому что там припаяна оперативка, и процессор вы тоже не сможете отдельно купить. А еще если у вас сломается, то вам тоже не будут давать комплектующие детали для опыточники, потому что это Apple. И вот вы подумайте, стоит ли это, это, и отсутствие потенциала на 200, 300, 100 тысяч рублей. Мне кажется, нет. Ну и на этом все. Если вам понравилось видео, то можете оставить комментарий, а также можете зайти в описании, там будет много полезной информации. Ну и на этом все. Пока. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok